так друзья мы с вами снова в моем саду этот самый участок номер два прикупленный пятнадцатом году а еще если сейчас номер три прикуплены в шестнадцатом году им я все стараюсь чуть ли не каждое дерево вам показать и прокомментировать потому что все это окружено таким диким такой дикой агротехникой что я уже давно пришел к поводу что именно из-за этого у нас в России нет садов вот идет дождь я поэтому спрятался в беседке вот она вот высунул свой нос ну и что мы видим до пятнадцатого года вот эта вишня уже была уничтожена предыдущим уже была уничтожена предыдущим хозяином с помощью бесконечных полива включит насос льется вода нужна не нужно вишни они не боятся принципе воды но всему есть предел всему есть предел значит все-таки она сгнила и погибла вот а дождь у нас идет третий четвертый день после полугодовой засухи вот и в общем-то наступила осень сегодня примерно я так нет памяти на цифры 29 или 30 сентября 22 года вот конечно засуха сильно повредила в этом году на листьях есть дыры которых обычно я хвастался у меня вообще не бывает на большинстве деревьев никогда не селилась тля никогда вот муравьи снуют вверх вниз выполняет свою честную добросовестную работу а дыр нет значит и не было жуков листогрызущих вот последние публикации в интернете так и выглядит несмотря на дождь поливайте делайте влагозарядковый полив подлость невероятная предательство невероятно я всегда говорю ну ты автор выпей ведро воды залпом останешься жив продолжай эту чушь писать вот ну ладно это одна была тема никаких влагозарядковых поливов вот сколько есть вот сейчас уже в октябре у нас сбрасываются листва он начинает желтеть видеть его дали задержалась немножко задержалась дожди пошли и пока дожди не кончится лист не будет сброшен почему это программы заложенные в дереве вся внимание это постулат железа еще один нигде никогда не прочтете просто верьте мне на слово вся избыточная влага из почвы должна быть высосана корнями и с помощью листьев испарена и вот пока идут дожди лист не будет сброшен и было за почти 40 лет где-то три-четыре зимы когда так зелеными листьями входили в зиму и мороз это очень очень плохо ни в коем случае не поливайте в это время пока лист не будет полностью сброшен а когда лишь полностью сброшен сами деревья разберутся и только самое когда вот допустим была у нас полугодовая засуха полугодовая и тогда только вот сейчас бы не было дождей может быть надо было бы полить это я говорю может быть это в меру но чем одна тема мы поговорили впереди еще зима и подзимный полив забудьте это как будет матерное слово эти три матерные слова про полив это одно из них называется влагозарядковый полив второе подзимний полив и третье отливание деревьев придумать за такое дерево гибнет и чтобы его добить надо отливать то есть много лить вот это есть вторая тема смотрите ну тут бочка переполнена если не жалко я частично сбрасываю вот такие наблюдения видели бочка вот она вода течет с неба так вот она с нее вытекает вода значит этот же процесс как нарушить и рядом черемуха я не стал рубить хотя говорили мешать будет зачем мешать наоборот украшает вот я не стал трогать она уже заплодоносила хотя на корне собственно не привитая можно было даже что-то не привить ну ладно руки не дошли но она сама по себе хороша эта связь почвы с небом видите но в данном случае я что имел ввиду вот я не обрезал вот эти вот смотрите видите обрезанную в самом низу это она кому-то мешала из моих этих ну кто тут у меня хозяйчик вот кто-то взял секатор и чик-чик-чик даже не знаю кто конкретно тут несколько хозяйчик но слава богу до верхушек никто добраться не смог вот и здесь получается такой процесс с корней я схемы рисовал знаете поднимается влага на огромную высоту она не должна на такую высоту подняться там нет на корнях насосов мощных чтобы преодолевать эти самые атмосферное давление нету а делается так вот бочка была полного сейчас она пустеет и без всякого усилия почему потому что по одним сосудом поднимается до верхушек это очень важно учтите потому что я опровергаю практически все эти всю агротехнику до верхушек и по другим сосудам опускается вниз только корешок по одним корешкам подним а второй корешок чуть ниже получается перепад давления и вот она вот так вот раз и раз раз и раз без всякого усилия какой бы ни в какой высоты не владели вот те же 100 метров и деревья а это 10 атмосфер эти самые 10 же которые должны расплющить вас нет по одним поднимается по другим опускается и хотя и говорящие 40 теорий как это так на огромную высоту вдруг ни с того ни сего каким способом преодолевает 100 метров это 10 атмосфер как может вода циркулирует а вот так вот вот я вам объяснил нету второго способа пусть за 41 но это единственный путний способ вот а почему это говорю это было скучно это школе проходили но вы знаете что большинство из нас друзья это троечники а троечник это за замаскированный двоечник школа запрещена ставить двойки вот поставит учитель совсем двойки этим негодным ученикам и вылетит со школы как пробка с под шампанского все это вам знакомо ну давайте куда подойдем а ну ладно возьму старое заслуженное дерево оно дало не одну сотню ведер за свою жизнь предыдущий хозяин пытался и уничтожить половину уничтожил его мешала эта ветка именно поэтому такой форме я как бы оправдываюсь не думайте на меня но вот сложилось так что ну возьмем конкретную ветку смотрите она вот она да вот это плодовой веточки она уже плодоносит она откуда взялась может быть это была спящая почка может это была клетка из клетки пошло и вот прирост последнего года обратите внимание вот он вот сейчас подальше встану вот и вот она дала вертикальные побеги видите и вот эти побеги вызывают лютую ненависть они живущих надо уничтожить и что я смотрю правые вот три года два года и вот просто и точно нету светущих почек видели нету нету третья ветка нету уничтожить извините так эмоционально так вот клянусь ребята что есть если бы это было бы из почки она заплодоносила боже ну как сказать уже в следующем году пусть она еще год не будет можно но если она из клетки клеточный материал это запасной вариант развития дерева вот видите а почему так когда дерево калечится вот таким образом появляется на ровном месте из ничего как бы ветки значит скорее всего клеточный материал потому что он позже развиваться начинает позже объясняю уже для будущих студентов они должны меня понять все-таки студенты идут наиболее развитые дети и так почка сразу возоплодоносил заложила ветки на взрослом дереве на нем еще раз говорю было ну может быть ведер сто за все годы этих самых а может даже больше так а когда они вдруг не плодоносят и из дуру называют жирующими это означает что это то что перед вами это их клеточный материал они выразили из клетки а из клетки значит таким веткам он тем сразу плодоносят потому что это дерево продолжение этому там пять лет вон той уже четыре года то того участку три года два года год и до самых верхушек все плодоносит может быть кроме просто последнего года а клеточный материал с нуля начинает то есть как будто это семечко посажено то есть здесь клетка это тоже что семечко посажено вот это для важный момент и теперь еще год и все это будет плодоносить и никуда не денется никуда и считать что вот это вот жирующая что вот что она окружена смертельной ненавистью я не преувеличиваю слова жирующие означает уничтожить вот это одна из высочайших и величайших глупостей которым окружено садоводство на одной из вебинаров я вам показывал груши вертикальные побеги все в грушах а елена санасовинич она же и вроде бы человек ученый аспирант госуниверситета и в то же время она еще моя или академии даже не помню она еще моя ученица и она про завод никакие это не эти жирующие груши пришло время и все грушами завершена так что дерево не видно плодами завершена вот это мы посмотрели все груши Субтитры создавал DimaTorzok